Смайл Фест 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 человеку микрофон и она всех представит. Раиса Макарова, прошу. Итак, самый для вас сегодня главный человек, который будет председателем жюри, это Дмитрий Волохов, советник первого заместителя генерального директора «Газпромнесть». «Газпромнесть». Члены жюри Андрей Иванович Ипатов, вы все слышали его должность, она просто трудная. Татьяна Куприянова, начальник управления развития и подготовки кадров «Газпромнесть». И меня вы уже знаете. Раиса Макарова. Итак, мы открываем наш смайл-фест «Газпромнесть». Люблю я эту отбивочку. Да, мы совершили некие манипуляции с шариками из-под шоколадных яиц и получили в итоге, значит, схему выступления. Первой выступает у нас команда «Фиолетовых». Вы готовы уже, «Фиолетовые»? Команду «Парадом» Карен Арутюнов. Вы сами скажете, как вы называетесь. Дамы и господа, на сцене команда КВН «Нефтепузики». Ваши аплодисменты. А в нашей команде корпоративный дух существует благодаря тому, что мы работаем в «Газпроме». «Газпроме». Парень, парень, стаул, ты кто такой? Я, ну что, работаю в «Газпроме»? Так-то вообще. В «Газпроме» работать хочешь? Ты учти, чтобы попасть тебе к нам, тебе необходимо нюхнуть газу, выпить бензина и искупаться в нефти. Не, ну так, с Тавтолова я уже был-то, по идее. Иди, пиши, ты за мной. Ладно, ладно, я пошел, все, давайте. А мы продолжаем. И сразу новости компании «Газпромнефть». Ученые обнаружили мальчика, который потеет нефтью. Его закрыли в сауне, и теперь он снабжает три города. Бывшая доярка, устроившись в «Газпромнефть» по привычке с утра выдаивать всю скважину. Дети нефтяников до сих пор не могут понять, почему они живут в Ноябрьске, а не на Гоа. Для сотрудников «Газпромнефть» черная полоса лучше, чем белая. Ты знаешь, в лаборатории «Газпромнефть» как концерт, мне кажется, одни бабы. Нет, с тобой полностью согласен, даже не сомневаюсь. О, здорово, братуха, как жизнь твоя? Хочешь, заценю тебе фишку, короче, приколюха из приколюха? Короче, ехали медведи на велосипеде. Ну, прикинь, да, ведут они вообще на всей скорости, которая прям вообще не... А за ними раком ехала собака. Ты чё, газу нанюхался, что ли? Иди, пиши резюмо, ты чё делаешь? Ладно, шо, я пошёл, давайте. А сейчас в случае в офисе компании «Газпромнефть». А-а-а, ты как вырядилась? Ты чё, не слышала про корпоративный дресс-код? Нет, ты чё, решила всех мужиков «Газпрома» привлечь? Не выйдет. Да чтоб ты в соляре на одном боку уснула. Подруга, подруга, да чтобы у тебя маска для лица всю жизнь из солёных огурчиков была. Да чтобы тебя, да чтобы тебя всю жизнь на звонке вечная чумычечая весна стояла. Ну, я вообще не понимаю. Да чтобы ты всю жизнь на имя Алик оборачивалась. Ты чё, умная, что ли? Сама ты умная! Тихо, 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 тихо. Девчонки! Он со мной. Есть предложение продолжить спортсалу? Слушай, Ань, а поехали ко мне? А вечером у меня останешься. К тебе? Вечером? Ну, поехали. Но только спать мы будем в разных комнатах. Конечно, конечно. Сначала в одной, потом в другой, потом на кухне. Не, 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 не. Да, да, да. Йоу, как жизнь вообще? О, здорово, как дела? Просто... Не, это... Я ест закурить, а то у меня сушняк, после вчерашнего прям конкретный. Слушай, а чё у тебя бензином-то пахнет? Ты чё, бензина напился? Ха, да, бухайся, лишь прикинь, у меня резюме писал поджог, у меня вообще сгорело. Иди, записывай уже, приноси твой резюме, иди отсюда. Ладно, давайте. Мы продолжаем, и у нас социальная реклама. Ладно, иди, записывай уже, приноси твой резюме, иди отсюда. Мечты сбываются один раз. Не, 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 стой, 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 чё в чёрный какой-то? Что наделать, нефти измолвался, что ли? Эй, ты чё хочешь, это вообще автозагар? Ну ты даёшь. Резюме ты принёс, хоть нет? А, ну да, подожди, сейчас, подожди, достану, у меня там где-то в позвоночнике за торца, на, держи. Так, о, дружище, так тебя без собеседования в Газпром возьмут. Да, вообще отлично, супер. Ты посмотри, ты словосочетание «место рождения» слитно написал. У-у-у-у, е-е-е, я в Газпроме! Друзья, ну а на самом деле не важно, что мы до этого делали. Нюхали газ, пили бензин, купались в нефти. Главное, что мы ощутили командный дух. Добро пожаловать в Газпром! Команда «Фиолетовые»! Не знаю, «Фиолетовые» от газовой, от нефти или ещё от чего-то. Кладите, пожалуйста, спасибо вам большое. Кладите микрофоны. А у нас следующая команда на подходе. Вы догадались, к какой команде я принадлежу. Команда «Красных». Нам тоже трудно, хоть мы и красные, прекрасные. Давайте же начнём. Готовы? Сейчас я сначала объявляю. Да. Приветствуем команду «Красных». Я не могу больше играть в этот КВН. Я так устала от бизнес-игр. Я не хочу жить с режимом. Я хочу, чтобы меня перевели в Питер. Если вы выдержали это, вы выдержите и 4 минуты нашего выступления. Ну что же, надевайте специальные очки, потому что здесь, на сцене, команда 3D, двоюродные «Дети Тюкова». Мы пришли высмеивать пороки. Мы пришли рубить правду с плеча. Мы пришли, чтобы раскалённым железом юмора выжечь истину нашей компании. Мы вас обличим! Чё напряглись-то? Шутка! Но КВН ведь, вы же понимаете. Хотя, если честно, наша команда, согласно ценностям компании, выступает за честность. Итак, ситуация в кабинете директора на следующий день после внедрения нового корпоративного кодекса. Смотрим. Алё, да, что там с поставкой? Ну всё, давай, воды пока. Тук-тук-тук, Сергей Викторович, можно? Чё тебе пупки? Да, у нас, Сергей Викторович, новый корпоративный кодекс ввели. И что? Ну, как что? Вы должны знать, что вы хам и жоп. Чего? Да я тебя! Да ты! Постойте, постойте, постойте. Ведь одной из самых главных ценностей нашей компании является честность. Ха, смотри, грамотный какой. Читать научился. Оба-на! Так тут же ещё и про взаимоуважение написано. А ты мне жлоб. Так это ж я из уважения. Если не я, то кто? Пойдёмте, вас там в офисе ещё чумом называют. Пойдёмте, пойдёмте, расскажут. Капка! Капка! Ну, а вообще в нашей компании, ну, согласно ценностям, царит взаимоуважение и даже любовь. Кстати, саму компанию любят не только её сотрудники, но и, например, жители Муравленко, где каждый год в день города «Газпромнефть» оплачивает шикарный салют. Правда, некоторые сотрудники «Газпромнефть» полагают, что если б не салют, их премии были бы значительно больше. Итак, представим. Город Муравленко, день города. Две сотрудницы «Газпромнефти» в ожидании салюта. О, привет! Ну, привет, привет. Тоже премиум ждёшь? Ага, жду. О, моя путёвка в Турцию полетела! А вон мои туфли. И шуба. Красивые! Блин! Если честно, её туфли всё равно бы по дресс-коду не прошли. Кстати, благодаря новой корпоративному кодексу у нас появилась уникальнейшая возможность выражать своё негодование, но без мата. Так, чтобы все всё понимали. Случай в офисе. Так, Василий Михайлович, вы подготовили мне отчёт за третий квартал? Вы знаете, Марина Николаевна, как бы это сказать, ещё не до конца. Как не до конца? У меня совет директоров через полчаса. Вы понимаете? Понимаю. Да ничего вы не понимаете! Да вы! Да вы! Да вы серьги висячие! Браслеты вы висячие! Да бижутерия вы дешёвая! А вы! Вы! Да сандали вы пляжные! Сабо! Сабо! Ты сабо! Да как вы вообще со мной разговариваете? По кодексу. По-новому? Ну да. Так бы сразу и сказал. Папка! А теперь поговорим о серьёзном. О том, какие ассоциации возникают в голове у человека. Во время молитвы. И так, в голове обычного человека. Во имя Отца и Сына. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В голове у сотрудника Газпром нефти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воистину аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ А, как бы, сейчас, чтобы замять эту возникшую паузу, шутка. А, чайка с яхтой Абрамовича попала в нефтяное пятно и вместо того, чтобы сдохнуть, разбогатела. Вот, не очень, да? Ну тогда, песня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что у нас следующий? Помнит вообще кто-нибудь что-нибудь? Ну ладно, я помню Команда Вот там вот, на галерке Номер 4 Под предводительством Дмитрия Лунина Голубые встречаем Команда «Седьмая скважина» работает круглые сутки АПЛОДИСМЕНТЫ Мы команда в корпоративном стиле Белоголубые Мы тонко чувствуем и быстро действуем Для вас мы подготовили несколько зарисовок На тему нашей нелегкой работы Ситуация первая Ай-яй-яй Привет Привет Слушай, мне этот принтер нужен Как освободиться, мы гнешь? Конечно А что это ты делаешь уже полтора часа? Да диплом сыну печатаю Диплом сыну? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Сейчас тебе сделаю долгий и продолжительный Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Теперь сам давай Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Еще раз увижу, тебе уже босс делает ай-яй-яй А у него ай-яй-яй-яй Ого-го-го-го А у нас следующая ситуация Ситуация сроков подготовки отчетов Подготовь отчет и чтобы в срок Так-так, где тут кнопка вкл? Прошла неделя Вирусная ваза успешно обновлена Прошла еще одна неделя У тебя пять минут Молодец, Крабов Вы еще в зале? Тогда мы идем дальше Следующая зарисовка Топ-менеджер «Газпромнефти» на рыбалке Какая? Не ешь меня, Топ Я выполню три твоих советных желания Вроде грибы не ел Но все равно везет Бери рыба Ручку в плавник и записывай Ага, ты что? Хочу, чтобы извлекаемые запасы Были равны геологически Чтобы добыча была Как в Саудовской Аравии Хочу еще три желания Мазерати цвета нефти Маленький остров на Карибах И у нас тут скважина не покрашена Рыбка, превратись в студента-практиканта И иди красть скважину Народная «Газпромовская» привет Примета Если вы пришли на работу в короткой юбке Это ваш самый короткий рабочий день Ну и кого это тут трубы горят? Не-не, мы ни капли Совсем ни капли? А как же план, соточку? Не-не, мы работаем Смотрите у меня Чтобы не получилось, как в той истории Когда молодой нефтяник соседей сверху залил Как-как? Фонтаном снизу Я же говорил Долго не держи Хвосятый Ай-пай Студент, тащи ведро Готов к выполнению Готово К выполнению следующего задания Так, ну что ж тебе предложить Сканворд я тебе не дам Все равно ты читать не умеешь По глазам видно Бери ведро И тащи мне газу Сколько? Половину Хорошо Следующая ситуация раскрывает стратегию развития нашей компании Давайте посмотрим Кажись, не откончил До ста не дотянем Что делать-то будем? Практикант Я вам Газ принес Почти не Кто это? А, это наш дежурный медведь Комиссию отпугивать А не, постой Хотя это комиссия Я вам нефть принес Продолжаем качать Ну вот и подошло к концу наше выступление Все те, кто узнал себя Совпадения специальны Дорогие друзья Мы желаем вам каждому Поймать свою золотую рыбку И сразу же забрать ее к себе в аквариум Улыбайтесь чаще Смайл фест Громче, громче, громче Седьмая скважина Мне звездный микрофон попался У нас звезда тут, смотрите, такая Еще я все выучила Дима, что ты чем-то их кормил Что они все выучили Так много текста Ну как он вообще? Экватор У нас команда «Синие» на подходе Художественный руководитель Андрей Кокурин Итак, на сцене Команда АКВН «Синие бурильщики» Дорогие друзья Дамы и господа Сегодня в этом зале Собралась серьезная Интеллигентная И эродированная публика Поэтому Сегодня мы не будем играть в КРН Мы отказываемся Мы будем играть в интеллектуальную игру Что, где, когда И сегодня играет команда из «Газпрома» Аплодисменты! Это лучшие лица «Газпрома» Лучшие сотрудники «Газпрома» Их знают все Охранник, сторож, уборщица, шофер Гардеробщица, курьер Кто у вас главный? Кто капитан в команде у вас? Поднимите руку Я капитан Поднимать руку они умеют Вы заметили Хорошо, очень хорошо Итак, кто у вас хорошо вращает волчок? Вращайте волчок! Отлично! Волчок вращает Вращальщик пятого разряда Итак, первый вопрос Первый вопрос задает Иван Иванович Иванов Технолог из Ноябрьска Внимание! Вопрос Где находится самый большой в мире самогонный аппарат? Минута пошла! Ребята! Ребята! Я знаю Самый большой самогонный аппарат находится на проспекте мира Он у моего соседа Не-е-е-е Не-е-е-е Да, знаю я твоего соседа Да и он давно уже с срока мотает на свой самогон И аппарат-то изъяли Ну, изъяли Значит, в полиции Ответ в полиции Да ты что? Да ты вообще не знаешь самогоноведения? Не-е-е, родная Самогонный аппарат Мавзолеи Вы что думаете, весь мир думает? Почему не закрывает мавзолей? Почему не выносит Ленина? Да он под ним лежит Ну, нет-нет-нет Самый большой самогонный аппарат Закопан в земле Его недавно туда закопали На прошлой неделе Мы с отцом На даче Но только Никому об этом не говори Итак, господин ведущий, мы готовы дать ответ Хорошо Наш ответ в земле Итак, ваш ответ в земле? Да нет же, не наш ответ в земле, а аппарат в земле Ага Хорошо Итак, правильный ответ, слушай внимательно На прошлой неделе российские ученые-физики из Ноябрьска Тайно поехали в Швейцарию Проникли под землю Прямо в большой адронный коллайдер Они внутрь коллайдера влили 100 тонн воды Всыпали 100 тонн сахара Включили коллайдер, и он стал вращаться И через час они получили 100 тонн самогона Спаили всю Европу и тем самым изобрели самый большой самогонный аппарат Который находится в земле И вы выиграете этот раунд Молодцы, молодцы И второй вопрос Второй вопрос пришел к нам из Африки Прямо из джунглей Пишет нам Геннадий Маугли Цитирует текст из сказки Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Ка Подойдите ближе Еще ближе Еще ближе Нам страшно Ближе Вопрос Кем стал работать удав Ка После того, как он уволился из Газпрома? Досрочный, досрочный, досрочный ответ Досрочный ответ? Давайте Давайте. Удавка сделал большую ошибку, уволившись из Газпрома. Теперь он не может устроиться на работу. И сейчас мы это покажем. Хорошо, вы продемонстрируйте, что произошло с Удавом Ка, когда он уволился из Газпрома. Давайте, посмотрим. Вы слышите меня, бандерлоги? Мы не видим тебя, Ка! Подходите, ближе, ближе. Дамы и господа, разрешите предложить вам косметику Эйвен со скидкой 30%. А в подарок вы получите чудесную соковыжималку. Действительно, люди, которые уволиваются из Газпрома, уходят работать в Эйвен. То есть, в общем, у них нет нормальной работы, и вы выиграете этот раунд. Молодцы! Следующий, третий вопрос задает тренер по плаванию Игнат Васильевич Утопший. Дорогие знатоки, вот у нас в плавании обычно человек прыгает в бассейн. Скажите, а бывает ли наоборот, когда бассейн прыгает внутрь человека? У нас досрочный ответ, досрочный ответ. Отвечать будет сторож. Хорошо. Этот вопрос очень легкий. Я изучал отношения человека с бассейном на протяжении 30 лет и заметил тенденцию взаимного интереса между человечеством и бассейном. Исторически так сложилось, что человек на самом деле может управлять водой. Если мы обратимся к Библии, от учеников Пятикижни Ветхого Завета, во время исхода Евреев из Египта пророк Моисей действительно управлял водой. Управлял водой, рукой. Вода расходилась, 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 расходилась. На самом деле, да. В общем, вы твердо уверены, что бассейн может прыгнуть к человеку. Значит, вы утверждаете, что бассейн может прыгнуть к человеку. Хорошо, правильный ответ. Дорогие друзья, со мной произошел такой случай. Однажды сижу я в сауне у бассейна. Я ем сушеную рыбу, сушеных кальмаров, сушеные грибочки, огурцы соленые, тоже сушеные, сухофрукты, сухары сушеные, сушеную сушеность тоже ем. И такой у меня начался сушняк. Так захотелось бить, что не я в бассейн прыгнул, а бассейн внутрь меня. И вы выиграете этот раунд! Итак, у нас четвертый вопрос. И внесите, пожалуйста, черный ящик. Что случилось? У нас досрочный ответ. Досрочный ответ? Почему у вас досрочный ответ? Что за ответ? А потому что мы догадываемся, что в черном ящике. Что в черном ящике? Ну, раз ящик черный, значит там нефть. И вы выиграете этот раунд тоже! Вот это очень серьезная команда подобралась. Хорошо, сложнее вопрос. Кто изобрел двигатель внутреннего сгорания? Да что у вас, вопросы такие все простые, нескучные. Да нормальные вопросы. Да давайте мы вам сейчас сами вопрос зададим. Вы зададите вопрос? Давайте задавайте свой вопрос. Ну, вот кто изобрел мотоцикл? Кто изобрел мотоцикл? Мотоцикл изобрели где-то за границей, по-моему. Нет. Мотоцикл изобрел Иван Грозный. Иван Грозный? Как это? А сейчас мы вам продемонстрируем. Покажите, хорошо. Приехал однажды посол из Германии. Поклонился Ивану Грозному, усердно поклонился. Иван Грозный сел и сказал. У-у-у, поехали! Итак, он изобрел мотоцикл. И этот раунд вы тоже выигрываете. Я прям не знаю, что с вами делать. Хорошо, хорошо. Давайте музыкальную паузу. Давайте возьмем музыкальную паузу. Хорошо? Хорошо, да? Скажите, да, да. Хорошо. И сейчас для вас будет стриптиз. Стриптиз, который показывают в Газпроме. Дорогие друзья, дело в том, что в Газпроме стриптиз очень серьезный. Это серьезное мероприятие. Там нет никаких легкомысленных девочек. Никто не раздевается. И сейчас мы вам это покажем. Стриптиз в Газпроме. Акт первый. Стриптиз исполняет заслуженный артист РССР, депутат Государственной Думы, солист Большого театра, генеральный секретарь Головного офиса в Москве, старший технолог по бурению, доцент кафедры филологии и русского языка Государственного университета, заведующий отделением танцующего Пастернака Пушкинской библиотеки, лауреат конкурса танцора Ямало-Нецкого автономного округа, делегат международного фестиваля «Нефтяной стриптизер», победитель трудового соревнования среди нефтеперерабатывающих заводов, составитель энциклопедицем учителя «Как выпилить стриптизный столб в домашних условиях», политически грамотная гражданка Зинаида Васильевна Ромашкина! Аплодисменты! Спасибо, товарищи! Спасибо! За это вы получите путевку в Анапу или даже в Геленджик и талоны на сахар. Ага, спасибо! Спасибо! Очень хорошо! Ребята, ребята, стоп, стоп! Все, мы заканчиваем наш программ, быстро расходимся, расходимся, расходимся! А сейчас, уважаемые зрители, у нас срочный телемост с премьер-министром. Внимание на экран! Итак, КВН прерывается. Внимание на экран! У нас телемост с Кремлем! Добрый день, Владимир Владимирович! Здравствуйте! У нас сегодня здесь КВН в Газпроме. Знаете ли, праздник для нас. Редко бывает в Газпроме, у нас такие праздники, КВН все-таки. Скажите, вы к нам приедете? Хочу вас поприветствовать. Я вам даже завидую, потому что приятные события. На душе поздравляю. У нас много вопросов. Мы можем задавать их сегодня уже целый день, даже не один день, а может неделю, может месяц. Скажите, сколько у вас свободного времени есть вообще? Достаточное количество, чтобы иметь возможность отвечать на ваши вопросы. Вы знаете, наши КВН-щики сегодня легли спать очень поздно, где-то в 4-5 утра. Всю ночь они чем-то занимались, видимо, устали. Видимо, нагрузка у них большая. Да, наверное, у них... Да, действительно, нагрузка большая. Она и материальная нагрузка, и морально-политическая нагрузка серьезная. Мэр Москвы обещал переименовать столицу. Это правда, что Москва теперь будет называться Газпром? Или, например, нефть, или газ, или столица России, бензин, как вариант. Это правда? Итак, вопрос непростой. Это очень хорошая инициатива мэра Москвы. Я поступлю просто и приму кардинальное решение. В самое ближайшее время просто подпишу указ, который обяжет правительство решить эту проблему до конца текущего года. Наши КВН-щики предлагают весь бюджет Газпрома отдать на призовой фонд сегодняшнего КВНа. Просто раздать всем командам несколько миллиардов долларов. Господи, ну небольшие деньги. Ну давайте решим, как мы поступим с этими деньгами. Сейчас правительство принимает решение о том, как распорядиться этими деньгами. По моему мнению, это решение должно быть принято публично, как сейчас можно говорить, транспарентно и с учетом мнений не только специалистов, но и широкой общественности. Раздать всем сестрам по серьгам. Скажите, а вы сами занимаетесь КВНом? Вы знаете, что теперь в Газпроме свой КВН и КВН-щиков много, очень много молодых. Вы сами вообще как часто занимаетесь? Вы лично занимаетесь КВНом или как? Вот у нас много интересных. Я им занимаюсь от случая к случаю по 10-15 минут, но достаточно регулярно. Это очень интересно. Это мы должны учитывать при выстраивании отношений. Для чего я это делаю? Я могу вам сказать, что на 40% примерно мы увеличили количество юношей, девушек, детей. Да, 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 у нас много сейчас КВН-щиков, юнош и девушек. То есть вы обещаете нам, что у нас в Газпроме теперь вы лично будете поддерживать КВН. И сегодня вы нас всех угостите шашлычком. Да же? Вы, безусловно, право. Конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое за это хорошее интервью. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. Здравия своей команды, синие выручники. Поклон, поклон. Вышли на поклон. Это все. Ну что, мы вам еще 15 минут можем дать. Чего же нет-то? Спасибо. Синие бурильщики. А где синий, там и зеленый. Конечно. Сергей Скворотенок и его зеленушка. Команда «Нефтяные огурцы» наконец созрела для выступления. Встречайте, зелененькие, свеженькие, только с куста. Однажды утром в одной из нефтяных компаний. Спасибо! Спасибо! Да вы че, новый кодекс не читали? Тут же черным по синему написано. Сотрудники стремятся заниматься деятельностью, соответствующей их призванию. Да иди почитай. Ну и че? Да как че? Что? У меня в семье эту трубу из поколения в поколение, да что там, изо рта в рот передают. Спасибо, родная компания! Так, а че я-то здесь торможу? Катюша, может быть, пойдем ко мне или к тебе? Валера. А у нас в семье все были безотказные. Пойдем. В это же время в кабинете директора. Тук-тук. Да-да. Александр Николаевич, можно? Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня возник вопрос. Скоро у нас проводится День Евтяника, и каких же звезд мы собираемся приглашать? А у вас есть какие-нибудь приложения? Так, ну вот, например, есть вариант пригласить Джигурду. Джигурду? Джигурду? Да вы что, у нас и так своего мата на кусту достаточно. Не пойдет. Так, поняла, поняла. Ну давайте тогда группу звери. Звери? Нет, звери тоже не пойдет. Мы своих и так на прошлой неделе в зоопарк водили. Так, не идет. Вот так, вычеркиваю, тогда остается бахыт компот. Ирочка, ну вы что, ну какой компот? Давайте еще укупника позовем. Мы что, в самом деле, концерт будем только для кухарок своих делать? Не, не пойдет. Я предлагаю, знаете что, давайте позовем, ну скажем, Николаева. А что, звезда, песня у него вроде ничего. Такой смешной, усатый поделек. Ясно, Андрей Николаевич, записала. У вас что-то еще? Да. А кому рассылать приглашение? Ирочка, ну как кому? Ну охранникам, уборщицам, сотрудникам столовой, мне, тебе. Ну кому еще? Так, так, подождите. Это же день нефтяника. А как же переработчики и добытчики? Ира, ну какие переработчики, какие добытчики? Ты знаешь, что такое Николаев? Представляешь, сколько он стоит? Мы с 8 марта еще Харатьяну должны. Пусть работают. Чёрная струя К нему из земли взлетает чёрная струя. Газпром, я все обогащаю чёрная струя. Мы умело ухращаем чёрная струя. Чёрная струя. Чёрная струя. Повыключали микрофон и говорят, А у вас не работают микрофоны. Единственное, очень рисково, конечно, девушка по имени Катя вот поучаствовала в шутке. Теперь вы понимаете, как у вас будет остаток вечера. Как, с какими предложениями к вам будут подходить. Розовые? Неужели? А вы у нас завершаете? Нет, вы пятые? Розовые, шестые. У нас заключительное выступление. Выступление. Уже мы все находимся. От количества юмора. Сейчас немножко розового юмора нам сюда, в наш зал. Кирилл Рубаненко. Прошу. Здравствуйте! Мы команда «Гламурнефть». Вы спрашиваете, почему мы так называемся? Да потому что футболки нам шили и красили сами Дольче Энгабана. Но наш Стасик лично отговорил их пришить нам стразы. Да, ребята, и как же я это сделал, вам лучше не знать, дурашка. Вчера мне позвонил сам Александр Валерьевич Дюков. Сказал, вы там в КВН завтра играете, пошутите про меня. Ну вот, собственно, мы и пошутили, так как никто мне вчера и не звонил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как говорит Никита Джигурда, *** *** Ну, а мы начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, представьте, после введения нового кодекса случай в курилке. Привет, парни. Тут недавно кодекс новый ввели. Слышали? Да, слышали. Вот и я читал. Вроде все понятно. Ну что такое принцип миротократии? Так и не понял. Вы слышали? Ты работаешь в этой священной, огромной компании, и ты не знаешь, что такое принцип миротократии. Пошел в кабинет, взял кодекс и выучил мне его. Выучил. Пришел сюда и мне здесь рассказал. Пошел. Слушай, Димон, а что такое вообще принцип миротократии? Я не знаю. Сейчас это придет и расскажет. Добытчик зажег не по-детски, когда закурил перед скважиной. Представьте, после введения дресс-кода в нашей компании особенно стала популярная программа «Модный приговор». Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «Модный приговор» «Газпром нефти». И сегодня у нас обвиняются следующие сотрудники. О мой бог. О мой бог. Какой кошмар. Нет, это просто ужас. Выколите мне глаза. Не могу на это смотреть. Инквизиции на вас мало. Эй, ты. А ну иди сюда. Иди, иди сюда. Ты как одет. А что не так? Все в порядке. Что с тобой? Все в порядке? Где твой пейс лейс? Я его дома забыл. Дома забыл? Ах ты дома его забыл. Да ты у меня, скотина, будешь без выходных и обедов работать. Понятно? Ты у меня будешь за одну зарплату две смены похотать. Это не. Нет, это все цветочки. Ты у меня в ноябрь поедешь. А нет, только в не ноябрь. Ноябрь, ноябрь. Давай, иди отсюда. Какой кошмар. Так, а что это у нас тут? Хорошо, хорошо. Отличненько. Ну-ка, иди отсюда. Давай, давай, давай. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вы посмотрите, ну это же просто чудесно. И все по кодексу. Прекрасно. Подождите, подождите. А как же? У нее же мини-юбка. Тихо, тихо, тихо. Мини-юбка, не мини-юбка. Крой-то полуприлегающий. Да и знаете, девушка, я бы с вами полуприлег. Хотя нет, постойте. Я бы с вами полностью прилег. Ну а прежде я вас накажу. Всех! Ну слава богу, хоккей-надь. А ты в ноябрь, скотина, поедешь. Мини-юбка. Так, мужики, значит, смотрите, у нас... У нас скоро будет день нефтяника. Здравия, еще раз. Мужики, в общем, да. У нас скоро будет день нефтяника. Отлично. Вот, значит, надо свериться тут. У нас есть список, надо с ним свериться. Давайте, поехали. Значит, берем 400 литров коньяка. Отлично, отлично. Потом 600 литров водки. 650? 700. Здорово. Так, ну и пивасика, я думаю, ящиков пару, сотен. Думаю, вполне подойдет. Зайдет. Ну, значит, с напитками в автобусе доставших гостей мы разобрались. Теперь к самому банкету. Значит, у нас на банкете будет награждение. Потом мы в баню. А потом разберемся, я думаю, сами уже как-нибудь. А награждение отменить можно? Как, ты что, это же награждение? Его нельзя отменить. Хотя кому оно надо? Слушай, а в комбезе на корпоратив можно? Или как эти офисные в костюмчиках? Конечно. Не, в комбезе иди в комбезе. Только смотри, чтобы все было по кодексу. Ни страз, ни рюшечек. Ни страз, ни рюшечек. Ничего, чтобы такого не было. Ну ладно, мужики, пойдем от комбезов стразы отрывать. А то у нас еще недра не доенные. А с добычика нефти, который не мылся две недели, можно соскоблить три барреля нефти. Итак, встречайте. Случай, случай, директор. И к директору приходит... Кто приходит? Советник к директору приходит. Тук-тук-тук, Федор Степанович, здравствуйте. Вызывали? Да, здравствуйте. На самом деле вызывал. Тут у нас такая ситуация происходит. Знаете, у нас какие-то названия очень длинные. Я вот предлагаю сокращение. Извините, вы имеете в виду аббревиатуры? Ну, конечно, аббревиатуры. Фу, слава богу. Знаете, я вот тут подумал маленечко, пособирал, самое главное выбрал. Вот вы знаете, управление корпоративной коммуникацией и связи с общественностью. Как сокращено? УКИСА. А АУП что такое? АУП? АУП это аппарат управления. ЦИЦ. Ну, я молчал сейчас. Да нет, я не про это. ЦИЦ это Центральная Инженерно-Технологическая Служба. А, вот как. ДРИС. Что, простите? ДРИС, ДРИС. ДРИС это департамент развития институционной стратегии. Сокращено. Сокращено. ДРИС. А вы что-нибудь подготовили вообще? Ну, конечно, конечно же мы подготовили. Я вот тут покумекал и накидал. Предлагаю объединить несколько отделов. Например, отдел бухгалтерии и отдел логистики. Получается бухло. Бухгалтерия, логистика. А что, очень даже удобно. Вот как-нибудь поедем на корпоративчик. Возникнет вопрос, а бухло-то нам брать с собой? Конечно, брать, только самое красивое. Вот. Еще предлагаю объединить договорной отдел и отдел закупки. Вот, получается доза. Договорной закупка, все верно. Мне кажется, даже очень неплохо. Да. Вот еще один отдел. Плановый отдел предлагаю объединить. И производственный. Получается попа. Замечательно. Но это еще не все. Я предлагаю создать несколько новых отделов. И я уже подготовил к ним коротенькие названия. Вот, смотрите, например. Управление социального обеспечения и развитие технологий инновационных разработок. У сортир. Кстати, кстати, заметьте, я могу быть директором у сортира. Да. У меня ведь и кабинет рядышком с сортиром находится. А тут табличку повешаем на две двери. Уборно очень. Отлично. Вот, кстати, дальше. Вот, смотрите. Вот еще концептуальный отдел научных инноваций. Кони. Все верно. Ведь подходит, да? Очень подходит. Очень подходит. А у вас есть что-нибудь такое вот посерьезнее? Посерьезнее? Есть. Вот. ООН. А что это такое? Отдел охраны нефтепродукта. Очень. Вот это здорово. Ну и последний. Отдельчик. Пупок. Пупок это все очень просто. Потребительское управление, природа охранных, коммуникации. Вот так. Отлично. И все эти таблички сделать завтрашнему утру. А зачем такая спешка? Ну как же, соберемся все вместе и поржем над этим. Действительно. Ну и в конце выступления народная примета. Если жена нефтяника, стирая рубашку в ледяной воде, поет и радуется, значит бонус мужу все-таки капнул. Это розовые. Дед Морозовые. Дед Морозовые принесли нам в качестве подарков очень много шуток. Дамы и господа. Наша команда покажет, как правильно и качественно добывать нефть. Сегодня мы покажем вам, как правильно и качественно добывать нефть. Я знаю, вы хотите добывать нефть. Да-да, я вижу. Я по глазам вижу. Вы любите добывать нефть. Не так ли? Дайте шуму. Давайте добывать нефть. Сначала начнем бурить. Мы бросаем продуктовый пласт. Включаем насос. И под красивую музыку здесь и сейчас качаем нефть. Поехали. Вы чувствуете, чувствуете ее? Вы чувствуете, появляется шум по нашим временам? Чувствуете, а ты что, а я не? Вот она из неба в земле появляется, нет. Вы чувствуете ее? Давайте шуму. Я чувствую. В этом опасная струя, черная струя пробегает. Пробевает. Пробевает. И прошу ваших аплодисментов красной команде с песней, гимном выходит красная команда «Корборативная культура». Эй! Поскольку компания «Газпромнефт» недавно переехала в город-герой Ленинград, поет группа «Ленинград» вместе с нашей помощью. Нефть, где добыча, наш главный район, и переработка из быту на стран. Мы честно богатство из неба расстаем, и кормим на них не один регион. Это имя «Газпромнефт» в мире каши просто нет. Мы готовы лать и наколоть на все в груди. Почти в всему миру известно наш бренд Крутые мы очень, но сам президент послал Ленинград, он в город-культуре, чтоб мне еще круче было в натуре. Замечательный маршин Всех раз вывез в Ленинград! Замечательный маршин Ленинград поможет! Поехали! Мы всех не только бензином снабдили, еще мы почти всю Сибирь одарили. Одесса, что списана с наших активов, в летачи экипажа в лагерях, как активно! Это имя «Газпромнефт» в мире каши просто нет. Мы готовы лагерти. Разгонят на все в груди «Газпромнефт» 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 «Спасибо вам!» «Спасибо!» «Ну...» Ладно, перевернули эту страницу. Команда «Гламурнефть» представляет свою версию «Гимна «Газпромнефт»» Команда «Газпромнефт» Команда «Газпромнефт» Команда «Газпромнефт» Команда «Газпромнефт» «МЫ ТЕБЯ ПОДЕРЖИМ» «МЫ ТЕБЯ ПОДЕРЖИМ» «МЫ ТЕБЯ ПОДЕРЖИМ» «МЫ ТЕБЯ ПОДЕРЖИМ» Мечты сбываются твои, ведь ты работаешь в Газпром нефти. Армагеддон не страшен нам, мы нефть качаем тут и там. Не красно-белый, не красно-синий, а только синий-бело-голубой. Газпром родимый, непобедимый, непобедимый и мы с тобой. Сильнее, чем лев, быстрее, чем конь, горит синим пламенем наш огонь. Возьми его в руки, возьми в ладонь, почувствуй его тепло на себе. Операторы! Вперед! Вперед, вперед! Хоть ты лопни, хоть ты тресни, Газпром нефть на первом месте. Если лопнул, если треснул, учи правила техники безопасности. Что случится, если в пласт закачаем кислоту? Или, может, мыльной пены? Что-то я не то, молчу. Как взяли меня на работу, не помню, ведь был я чужой. Но быстро стал я доволен, когда принес зарплату домой. Снимал комнатушку в трущобе, жил с бабушкой и старшей сестрой. Сейчас, поработав в Газпроме, живу я в квартире с женой. Сейчас не могу я представить, как счастье смог я найти. Не добавить здесь, не убавить. Работать в Газпром нефти! Операторы, вперед, вперед! Минзив звездам, новым высотам, Газпром исполняет наши мечты. В участии команды, в виде лучших целей, Мы вместе достигнем любой высоты. АПЛОДИСМЕНТЫ Он нас успокоит, полечит, укроет, прижмёт, приголубит и днём, и ночью, и днём. Напоит, напомин, не стоит у тебя, наш любимый Газпром. Операторы! Вперёд! Оператор — это круто, оператор — это клад. Знает он не понаслышке, как качают нефть и газ. Опять ты со своими операторами? А чё операторы, чё они тебе сделали? Ты знаешь, как хорошо рифмуется слово «оператор»? Навигатор, терминатор, индикатор, сепаратор, губернатор! Молодец, молодец. Возьми, возьми, трансформатор. Трансформатор где он? А где он? А где он? Газпром решает любые проблемы. От разных бед спасает он. Нет, не от всех. У меня есть проблема. Я люблю поесть после шести. Я после шести тоже ем. Но всё равно Газпром решает проблемы. Россия, вперёд! Россия, да! Газпром, нефть, Россия навсегда! Всё! Синие! Слушайте, единственный момент есть в вашем гимне. Если его введут в обиход компании, его будут петь каждое утро, то на работу у вас не очень много времени останется. Вот. Ну что? Выйду специально сюда, чтобы объявить. Команда «Голубые»! Дмитрий Лунин, веди их сюда! Красавчик! Пойдём! Дмитрий Лунин, веди их сюда! Дмитрий Лунин, веди их сюда! Поехали! Если б я был в КЦ и имел бы власть, И тогда в тот же миг я бы нанял нас. Но с другой стороны я такой, как ты, Мне сейчас не видать этой высоты. Хочу я очень работать в КЦ, А я согласен и на НТТ! Городов с разных ТЗО, И работают все очень хорошо. Хоть пока до КЦ нам как до луны, Но у нас всё равно сбудутся мечты. Хочу я очень работать в КЦ. А я согласен и на НТЦ. А я согласен и на НТЦ. Да? Научно-технический центр, я уже выучил. Друзья, мы плавненько подошли к итоговой черте конкурса «Песни». Команда «Зеленые» на сцене. Аплодисменты. Правильно? Спасибо. А еще правильно? Нас отправляют учиться в Лондон. Мы обучаемся на тренингах модных. Наши папы не работают в банках, но мы катаемся на иноманках. Мы добиваемся в жизни успеха. Конкуренты не дремлют пока. Чем в план и верим, что конкуренты исчезнут, тогда... Зацени, здесь реальные пацаны. Зацени, здесь реальные пацаны. Настоящие нецеленькие. Зацени. Ух ты! Краткая сестра Таланда. Молодцы, зеленые. Зацени, здесь реальные пацаны-огурцы. Это нефтяные огурцы. Но там не только пацаны. Там девчонки. Вы чего? Кто? А, текст забыл. Смотрите, как относится. Это принцип ответственного отношения к материальным ценностям компании. Правда, это наша с вами общая материальная ценность. Меня оторвите кусочек. Он уже кубка в себе набирает в карман на первое место. Пока вы не видите. Ну, выходи уже оттуда. Нашел! И упал сюда вот так вот, и лежит. Ну что? У меня большие сомнения на этот счет. Вот если песням, репетиции песни мы уделили 6 минут, красные, то репетиции переозвучки мы не уделили вообще нисколько минут, а он очень сложный. Давайте любое видео другое, где какое-нибудь левое попробуем. А, у вас сейчас шло видео, да? Да? Все, оно идет. Ну, попробуем красные. Я хотел, конечно, на правах ведущего попросить отсрочки, но это не надо, ладно. Красные встречаем. Ничего не репетировали, сейчас посмотрим. Все, готовы? Еще раз ваши аплодисменты. Все, тихо, тишина, полная тишина. Ребята, поехали. Девушка, девушка, эй, с хвостом, в синей коже, девушка, девушка. Кто ты такой? Да я из корпоративного центра, из Питера. К вам приехал корпоративную культуру вбедрять. Ты здесь чужой. Здесь Сибирь. Уходи. Что это такое? Что это? Тебя выбрал начальник. Почему ты не сказал мне сразу? Пойдем. Я тебе покажу, что такое настоящее месторождение. А то вы там в своих офисах сидите и не знаете нищища. Не бойся, это начальник добичи. Они у нас тут на месторождении дикие. Но у нас есть контакт. Если быть очень культурными, они будут ласковыми. Как это у тебя получается? Это все наша сибирская корпоративная культура. Пойдем со мной, я покажу тебе, что это такое. Уважаемая скважина, дай нам нефти. Мы используем ее на благо людей. Спасибо тебе, скважина. Так, что мы общаемся. Присоединись к ним. ты слышишь эту волшебную музыку это поет нефть я все понял я готов говорить своими людьми уважаемые жители сибири мы так мы я говорю с вами от лица всего центра да мы с вами немного разные но мы все синие как логотип газпрома и мы с вами строим нашу политику на основе уважения вместе объединившись мы сможем достичь результата и помните что мы поддерживаем вливаем наши деньги в компа футбольный клуб зенит зенит чемпион мы не репетировали правда все получилось спасибо женя я вам я вас познакомлю с одним человеком женя по фамилии работа она знает свою работу если другие координаторы тоже хотят что-то сказать о своих подопечных они тоже это могут сделать у меня еще одна девушка была вот здесь стояла когда господь бог появлялся это не пакахульство поверьте потому что у нее имя мария а фамилия богова ей можно мы специально все убирали ладно хватит рекламы это было первое команда синие андрей встречаем мы уже здесь мы уже за за кулисой они там все время сидели да выйдем отсюда только завтра только на завтрак погасите пожалуйста свет это я так просто так сказал вот спасибо поехали сынок ты хочешь устроиться на газпром газпром на работу на провод на профессию на вакансию стропольщик стропольщик смог хорошая работа не хочешь работать стропольщиком здравствуйте я хочу работать стропочек а я тоже хочу работать с тропочек уже 50 лет но меня на эту работу耶 后шу почему-то я мечтаю всю жизнь весьlene мечтают решить пожалуйста присесть здесь нельзя здесь только для топ-менеджмента а здесь и здесь для топ-менеджмента тут и автол servir так можно в полочки. Я буду ехать, наверное, на крыше. А вот это что такое? Вот это, наверное, вообще директор. Садитесь, пожалуйста. Я новая секретарша. Это места для новых секретарш. Давайте знакомиться. Я Тамара, блондинка-секретарша. Очень симпатичная. Хочу работать у директора. А я хочу работать с тропольщиком. С тропольщиком работать классно, перспективно, сделать карьеру. Нет, нет, нет. Можно сделать карьеру только секретаршей. Чуть-чуть поработать, уже стал директором «Газпрома». Да-да-да, вот я вам сейчас расскажу. Значит, нужно просто носить кофе, чай. Но потом, когда повысит, я буду носить уже компот, буду носить какао. Научусь здороваться. Вот так вот за руку. Видите, я уже умею здороваться. У меня есть перспективы. И потом я буду носить еще какой-нибудь кисель. Вы знаете, что в «Газпроме» это все фигня. В «Газпроме» нужно что-нибудь покрупнее носить начальству. Такая дурочка. Она не знает, что в «Газпроме» секретарши носят суп. Вот столько нужно супа нести и руководство. Тарелку большую супа. Или побольше, вот столько побольше супа. И чтобы красивая, очень вот такая красивая секретарша была. Слушай, а ты не скажешь, вот ты хочешь быть стропочником, а как правильно говорится, стропа или стропа? Стропа или стропа? А скажи, пожалуйста, вот стропа, и мне интересно. Стропушка. Иванов, а ты знаешь песню, которую любит руководство «Газпрома»? Нет, не знаю. А что? Да ты с ума сошел! Ты должен знать песню, которую любит руководство «Газпрома». Вы все должны знать эту песню, иначе вас уволят. Сейчас я буду петь эту песню, и вы будете петь вместе со мной. Запомните ее? Три, четыре, поехали! И снова седая ночь. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь мне. И темнота твоя мне не нужна совсем, совсем ни к чему. Вот все. Ну вот, значит, когда я стану старше секретарши, потом меня повысят, я стану менеджером по кругам. Вот я буду собирать трубы, вот так вот. Я собрал нефтепровод. Что? Ты собрал нефтепровод? Так быстро собрал нефтепровод? Ты сама сошел? Куда ты собрался его проложить? Ну, вы сами сказали, нужно проложить в Австралию. В Австралию? Как быстро ты собрал такой нефтепровод в Австралию? Так мы же можем везде теперь, в обход Европы и в обход Украины, в Австралию, в Гренландию, в Антарктиду. Ты молодец, давай еще раз собирай. Молодец. Ну так вот, значит. Потом я стану, значит, дворником, а потом высшим дворником, потом наивысшим дворником. И чуть-чуть совсем остается директор Газпрома. Совсем чуть-чуть, еще чуть-чуть. Потом я стану, значит, чистильщиком обуви. Чистильщик обуви – это перспективная планка, конечно, в этой карьере. Потом я думаю, что надо перейти к чистке пола. Я буду чистить пол, буду чистильщиком, чистильщиком, зубочистильщиком, зубно-счетничником. И через 150-200 лет, наконец-то, я смогу стать директором Газпрома. Дай бог. Ну, дай бог. Команда «Голубые» незамедленно появляется здесь. Дмитрий Лунин, команда номер 4, выходит сюда. Я думаю, что с третьего раза получится наверняка. Да. Давай сводных слов и снова ее. С нами Мария Богова, с третьего раза точно получится. Давайте поаплодируем. Спасибо. Мы готовы. Распоряжение по цеху. Назначить наставником за студентом-практикантом Белокудрявцевым мастера. Буров, будешь наставником? Нафиг мне практикант. Нафиг, не нафиг, а приказ начальника надо выполнять. Кто это тут курит на рабочем месте? А мы не в затяг. А, классно у вас. Кто сделает из него настоящего нефтяника? Чур не я. Дуров. Да он даже нефти не нюхал. Нюхал, не нюхал, зато ноздри большие. Дашь ему в одну ноздрю кисточку, в другую лопату. Вот, держи, если медведи испугаются. Надеюсь. Краткость, сестра таланта. Следующая команда. У нас так синие, голубые, фиолетовые. Мы по этому, по спектру пошли. Фиолетовенькие. Просимо. Ласкаво просимо. Мы представляем вашему вниманию видео-озвучку под названием «Молодой специалист приходит устраиваться на работу в Газпромнефть». Так вот ты какой, Газпромнефть. Итак, в среде резюме я нашел коробку. Конечно, нам нужны светлые головы, но не в прямом же смысле. Убедительная просьба по частям не устраиваться. Еще и убирки из контрактным адресом осталось. Отправьте назад. Нет, нет, я не хочу домой, меня убьет отец. Здорово, бро. Здравствуйте. Ха-ха, у начальника отдела кадров с непонятным именем. Слушай, я хочу у вас работать. У меня отличные показатели. Не, серьезно, я всегда начинал работать в Газпромнефтье. А чем ты лучше других? О, послушай меня внимательно. В детстве я играл в театре в школьное «Черное пятно», а мама называла меня «Черное золото». И все. Да ты все равно не подходишь. Свали. Я, конечно, могу быть молодым специалистом, но не за столько же. Ну, давай посмотрим, что там осталось. За конфетку? А-а. За жвачку? Так, девочка, не мешай дядюшке пятно устраиваться на работу. Давай, прыгай отсюда. У меня 10 мужиков в образовании. Что? Я соблюдаю трескод. Не совсем. Ты надел черный галстук, так что пошел вон отсюда. Эй-эй, погоди. Что за бардак в канцелярии? Ты разбил корпоративный чайник, почку принесешь в бухгалтерию. Эй, эй, погоди. Как ты сюда зашел, парень? Я знаю секретный корпоративный код. Сейчас я его продемонстрирую. Берем телефончик, тут у меня заметочка. Достаем. Так, вот. Погнали. Ребята, все нормально. Знакомьтесь, он свой. Да? Ой, ну ладно. Давай знакомимся. Привет, я оператор четвертого разряда. А я оператор пятого разряда. Привет. А я оператор шестого разряда. Эй, добро пожаловать в семью. А я нефтяное пятно. И нашего диспетчера Катюху я знаю лично. Эй, Катя. А? Не кури на объекте. Эбэшников на вас нет. Спасибо. Фиолетовый ей. Мы им кричим оу ей. Ну ладно, пусть будет зеленый. Они уже там на сцене. Огурчики. Утро перед выступлением в смайл-фесте спальня рядового специалиста. Вы на аппетиту собираетесь? Да. Поднимайтесь, вас ждут. Хорошо. Корпоративную одежду не забудьте. Хорошо. Так. Папусики корпоративные. Ага. Халатики. Хорошие халатики. Вот от вас. Ну что, ребят, я готов. Можно пойти. Девчонки, а давайте в этот раз маршем. Раз, два. Раз, два. Ой-ой-ой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Я задержусь. Идите дальше. Слушай, где тут умыться можно? Вот здесь. Но тут же только унитаз. Хотя ладно. Я, пожалуй, со своими на речку схожу и скупаюсь. Так, думаю, будет лучше. На речку пойдете? Налейте воду в речку! Одно интересно. Почему, блин, все сотрудники голые? Ах, да, они же футболочки стирают для выступления. Футболка готова! Кайф! Ну что, почистим зубки. Пожалуй, голос надо размять перед выступлением. Как там у вас песенки? Черная струя. Ну вот, вроде бы и все. Эх, команда готова. Как же все-таки трудно быть. Нефтяником. Мы начинаем КВН. Чёрная струя. В небеса она взлетает. Чёрная. Розоньки. Друзья, ну это... Московское время без 20.10. Думаю, что вот сейчас мы поставим точку после розовеньки. Розовенькую точку поставим. Нет, давайте восклицательный знак. Не работает? Я могу в незвучащий микрофон говорить долго. Раз, два. Супервайзер по бурению принимает скважину у подрядчика. Эх, третий год скважину принять не могу. Забыл, как дом выглядит. Где-то он здесь был. Ай, чёрт возьми, жену забыл, как выглядит уже. То ли это, то ли та, то ли те две. О, боже мой. А детей? Детей всё больше и больше. Откуда берутся? Жену же не вижу. Бог ты мой. Мои ли они? Твои, 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 детки. Хотелось бы верить. Но одно меня больше всего гложет. Одно тревожит. Что третий год у этого подрядчика скважину принять не могу. А что не нравится? Что не нравится? Что не нравится? Что не нравится? Да мне всё не нравится. Посмотри, какую ты дыру вырыл, как я из неё нефть качать буду. Обсадим сейчас, всё нормально. Что обсадим? Что обсадим? Да посмотри, за три года какая борода выросла. Я жену не знаю, не вижу никогда. Ты посмотри, детей не могу узнать, никого. Плодятся непонятно откуда. И как ты мне предлагаешь из неё нефть качать, между прочим? Вёдрами может быть? Может быть, вёдрами предложишь черпать? Вёдрами вёдрами. Ну раз говоришь вёдрами, вот и черпай сам её вёдрами! И коллег своих забери! За подрядчиков, хлопцы! За Газпромнефть! Походу ещё на три года задержаться придётся. Эх, чёрт возьми, опять дом не увижу. Но не беда. Новую скважину здесь рыть будем. А можно нам, да, вот ту самую музыку, которая сопровождает нас на протяжении всего Смайл-феста? Все аплодируем вместе! Вместе! Друг другу, подруге или не вместе, аплодируем вместе! Мы на Смайл-феста! Я отдаю микрофон и мы слушаем, что о нас думает в полной тишине! Да? Да! Спасибо! Коллеги, ну я очень вас поздравляю с этим событием, потому что лично я, так понимаю, не смог бы, как вы сегодня выступать, тем более у вас совершенно не было времени серьёзно к этому готовиться. Вообще, с КВН у меня, как бы, отношений никаких. Единственное, на номере моей машины эти три буквы есть, поэтому, может, я тут тоже не случайно. Ну, я, наверное, результат озвучивать пока не буду уже, да, я просто скажу свои впечатления, что, вот, скажем, первая выступала команда Фиолетовой, и я так проникся, когда сказали, что у неё никаких шансов, что потом оказалось, что у меня она как раз в приоритете оказалась. Вот, ну, в принципе, у меня достаточно объективный был взгляд, я считаю, потому что, когда со сцены звучала хорошая шутка, я ставил плюсик, а потом я их просто сосчитал и всё, и никаких особых таких сложностей у меня не было. Вот, ну, ещё раз поздравляю с этим, с этим слётом и с КВНом. Спасибо. Я не посмел пошутить, я хотел там дальше продолжить обычно. Знаете, я, когда слышал хорошую шутку, ставил плюсик, а потом забывал, где. Слушаем. Добрый вечер ещё раз, ребята. Мне кажется, совсем недавно был прошлогодний наш слёт, когда он завершался конкурсом наших роликов, да, на тему стратегии 2020. И я понимаю, какой вызов был в этом году для вас, вот именно сыграть КВН, потому что одно дело сняться в ролике, а потом смотреть вместе со всеми, да, как зрители, а другое дело выступать на сцене. Поэтому я вас искренне поздравляю и считаю, что у вас всё сегодня получилось замечательно. Вы просто... Вы просто супер, потому что, в самом деле, КВН за такой короткий срок не делал ещё никто. Вас можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. И я хочу, и я хочу пожелать, чтобы хоть разок вы увидели отца, кто там желал увидеть отца, хоть разок. Бабка! Я хочу пожелать, чтобы вы оказались в конце, хотя бы вам в конце. И если вот так, каска на том розовом была, то вы не стали, то это было гениальное, что в любом случае. Издравляю вас, спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот теперь, Дмитрий Владимирович, я прошу вас взять микрофон и сказать своё мнение. Дорогие друзья, начну, наверное, не про КВН. У нас на сегодняшний день очень явный дефицит кадров на наши новые проекты. И я абсолютно чётко вижу, что каждый из вас может ехать в Ирак работать. Мы можем отправить вас на Ямал. В общем, ну, я до этого думал, дальше Ноябрьска не сошлют. Есть у нас новые проекты, ребят, всё будет хорошо. Фантастические шутки. Они настолько глубокие, потому что говорить про кодекс с серьёзным лицом достаточно просто. Шутить про кодекс очень тяжело. Я не знаю, как я теперь буду смотреть «Аватар». Третье место. Команда «Гламурнефть». Награждение прямо сейчас происходит. Прямо сейчас здесь они подходят, а у нас награждение происходит. Что? Как и в прошлом году. А, вот он. Выйди, пожалуйста, вперёд. Человек. Да, все получили. Рокки, я отдаю микрофон. И очень быстро. Что-нибудь, кто-нибудь, как это было? Как это было? Одно, два слова. А ты закончишь. Поехали. Если хотите. Я хотел бы, на самом деле, поблагодарить нашего куратора. Кирилла Рубаненко. Кирилла Рубаненко. Мы так, когда я репетировал, очень смеялись. И для меня это первый опыт, на самом деле. Я считаю, что у всех всё получилось. Все молодцы. Хочу поблагодарить свою команду и зрителей за аплодисменты. Спасибо. Да, дальше, дальше. Самое главное, что здесь было на сегодняшний день, на мой взгляд, это атмосфера, которая создавалась вами именно. Потому что любые шутки, которые не проходили, они просто поддерживались. С овациями, вот эта вот улыбка, это вообще, это просто круто. Спасибо вам за это. Человек в каске, скажи, говори. О, модельерно. Я скажу очень просто. Для меня, наверное, это три дня лучшие вообще, которые я провел в компании «Газпром». Всё, сказали. Но все хотели услышать что-то от человека в каске, не поправляющего в каску. Потому что он всё время говорил «мимо», а что-нибудь? Прошу вас. Понятно. Спасибо, розовые! Прошу вас! Спор за второе место был вообще драматичный. И я с радостью приглашаю на сцену команду «Нефтепузики». Молодцы! Молодцы! «Нефтепузик», смотрите, что они делают с ним. Карен, ну, давайте я вам отдаю, а потом он заключит. Да, он же у вас был наставником, координатором. Кто хочет говорить, кто не хочет потом, ну, нет, все хотите, скажете после, ему лично, на ушко. Давайте, отдай микрофон. В первую очередь спасибо Карену. Море позитива. Отличный человек, на самом деле. Умеет поднять настроение и построить. Спасибо большое команде. Спасибо большое вам, зрители. Конечно же, много уважаемому жюри. Это было классно. Карен, тебя любят в этой команде? Мы хотели бы большое спасибо сказать тебе, Карен, потому что ты нас действительно подбодрил, поставил на ноги, если так можно сказать. Большое спасибо всем зрителям. Вы нас просто чудесно сегодня поддерживали. Несмотря на то, что на жеребьевке мы выпали два раза целых первыми, мы все-таки с этим справились. Не правда ли? Я хочу сказать, что Карен, конечно, лучший. Вот это, не знаю, это не высказать словами. Зайцев плюс один, это рулит. Для жюри, чтобы вы понимали, это автор сериала «Зайцев плюс один» и еще других многих сериалов на телевидении. Спасибо. Для меня и для вас, и для членов жюри тоже. Поэтому благодарю вас, ребята. Спасибо. Вместе, командой, нищебовым не получилось. Спасибо всем. Не томите. Нам бы вживую отца повидать. Двоюродные дети Дюкова. Говорите свои впечатления вообще об игре, о том, что не понравилось. Потому что я орал на ней вчера пару раз. Ну, чуть-чуть буквально, чуть-чуть. Я все понимаю, что Винг вам вывинкил немножко мозг вчера. Это правильно, это нужно. Отдаю микрофон кому угодно. Антоша, пожалуйста, начинай. Да, днем спасибо. И в первую очередь спасибо тебе. Я не знаю, тебе надо вот такого же тебя склеивать. Вот сюда вот по центру. Это будет твой кубок. Спасибо большое. Спасибо ребятам за работу в команде. Два вечера, три, три вечера. Было очень приятно со всеми работать. Все было здорово. Ну и, конечно же, поддержкой неописуемой. Спасибо всем. Я перед тем, как сюда приехать, все, конечно же, программу смотрели, мероприятие. Ну и там Винг, бизнес-симуляция вроде как-то. Ну разберемся, мы вроде не дураки. Потом я читаю смайл-фест. Импровизация. Ну не часто такое доводится делать, поэтому была какая-то неуверенность. Значит, приезжаем, видим этих неубитых юмористических медведей. А они где-то прячутся. Вот наш. Вот. Ну на самом деле, не убитых, а не убиенных. Я думаю, лучше так. Ну, я считаю, у нас все получилось. И всем-всем-всем спасибо от меня, от всех. Друг другу всем спасибо. Я даже позволю перед тем, как, не скрою, любимая участница в этой команде, ну, сделала просто всю игру. Ну, ребят, все молодцы, но, Женя, прям вот открытие у вас было. Вы все открытие во многом. Вы вчера очень серьезные, позавчера себя преодолевали. Кто-то там делал вид, что он стесняется. Я его спрашивал, ты что, стесняешься? Он, да нет, вроде. И выходил, и работал. Всего лишь надо спросить, ты стесняешься, что ли? Вот. Женя, Женя, работа. Да, перед тем, как она скажет, вот продолжение твоих слов о том, что, ну, вроде не дураки. Процитирую одного из вышестоящих над вами сотрудников, ваших коллег. Вот. Ребят, ну, здесь у нас вообще 400 специалистов, здесь 100. Поэтому явных кретинов нет. Точно нет. А теперь, Женя, работа. Вот все мы так работали. Женя из города, я запомнил, как он называется. Переживай. Я никак не мог запомнить, это три дня. Дай, Жень. А можно мне вот лично к вам просьбу? Пожалуйста, передайте привет папе! Я все думаю, Женя, работа – это как команда или как тост все-таки, да? Мы боимся об этом говорить даже в офисе. То, о чем вы так замечательно, открыто сегодня говорили. И благодаря тому, что вы об этом говорили, и в офисе мы будем говорить об этом не так уж скрыто. Или вам просто станет легче. Для меня до сих пор вот эта история про начальника департамента добычи, она вот, ну, в ассоциациях все работает. И я думаю, да, я обязательно передам господину Шульеву привет. В общем, вы молодцы. Вы реально такой снос мозга. Есть о чем после этого подумать. Важно, что и вы об этом подумали, потому что за эти три дня, когда вы творили, вы это все через себя пропустили и все вытащили. Я как бы вот совсем уже подытоживая, дресс-код писался в мой период, когда я был начальником департамента по управлению персоналом. Поэтому все говорили, что ладонь, которой будем мерить длину юбки, это вот эта. Дмитрий Владимирович, спасибо большое. Ну, я не знаю, раз уж мы победители, мы забьем сцену, пожалуй. Поскольку компания «Газпромнефть» недавно переехала в город Герой Ленинград, поет группа «Ленинград» с нашей помощью, конечно же. Команда «Красный» — двоюродные дети. Тихого! Наш громный конек и переработка из быту на звук. Честное богатство из недур достаем и кормим на них не один регион. Это и на «Газпромнефть» в мире краши просто нет. Мы готовы логотип на голове по всей груди. И танец «Корена». Вот здесь танец «Команды» из «Фиолетовых». Конечно, да. Всему миру известен наш бренд. Крутые мы очень, но наш президент послал в Ленинград на сон город культуры, чтоб мы ее еще круче были в натуре. Замечательный мужик Ленинград нам очень рад. Танец снова и заключительный припев. Нет, куплет, а потом припев. Кстати, ваш начальник очень здорово показывает в кадре всякие штуки. Все, кто только в едином стоптили, еще мы почти всю суть одарили одеждой, что списана с наших картинок. И дочники пашут, как грядка, как видно. Замечательный мужик у меня больше взрослой нет. Мы готовы логотип на колодь на каждой здесь в груди. Аплодисменты победителям. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok